Это рифа, 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 без Школьники сольют все раунды в ЛС Давайте, сразу отмечу Охуенная съемка, охуенный бит Стилизация мне напомнила какой-то Чикаго Не знаю, если вы смотрели сериал Острые козырьки, это правда в Ирландии дело было Но вот там атмосфера такая же Те же эти кепки, в которые они эти бритвы зашивали Вот мне напомнило Острые козырьки Снято, сразу скажу, охуенно Вообще пушка просто Давайте посмотрим Я буду декадить, буду декадить Может топчет в конце состава, может нет Давай Не, ну, я охуел сначала от фотосессии, мерча до эмблемы кричалок Но вы сами видели, реалити батл рэп это сомнительно Кстати, став лайк, если спрашивал, что я взял в Рибаке, что он молчит Язык он свой прикусил А я думал, где бы найти мне сил Сезон длинный, как лимузин Как говорит Ян, это нормальная тема Дважды заебался, наверное, но не побоялся проверок Значит мне нечего бояться А вы все, Влад, лучше беги Но я не живу по принципу, что ад это другие Я живу батлами Прикинь, у меня иммунитет Ведь я дарю батл рэп тем, кому до него нет дела Ооо, я не дружный, сори, бродо Теперь у меня фото со школьниками больше, чем школьных фото А еще буду доводы против Я снова не тот я? Что-то не смог, значит, можно работать Батл рэп умирает? Блядь, вызывайте скорую вам На портале за флоу все объяснят поподробнее Где звезды, раздор только Это не так работает Мы строили культуру и без батлов годно А я снова не могу выебываться чемпионством Я могу выебываться просто И подытожим парой слов Я не взял сезон, я вам дал сезон Бой стихно Что хочется отметить? Текстово к пему никаких претензий нет Это, блядь, очень сильно именно по содержанию Панчи охуенно, блядь, просто бомба, да? И, блядь, строили культуру и без батлов года Это, как бы, ну, типа, он отсылается к своему опыту прошлому И говорит, что, типа, до батла Оксимирона Гнойной Мы въебывали долгими годами И, типа, блядь, нам было, как бы, и до этого заебись, да? И, типа, переделка с криптонита Я дарю батл рэп тем, кому на него нет дела Тоже очень интересно звучит Че тут? Прикольная такая рефлексия Как бы отстаивать свою позицию Говорит о том, что он живет батлами Содержательный куплет по смыслу Ну и финальная, конечно, хуйня Ну, я не взял сезон, я вам дал сезон Это просто бомба Охуительный панчлайн Максимально по делу Максимально фэкс И просто пробивает в душу Поэтому с точки зрения С точки зрения содержания и текста Нет никаких претензий Есть претензии с точки зрения подачи Подача выбрана разговорная, да? Пиэм максимально не обыгрывает сильные доли бита Он не стремится на них акцентироваться Не стремится придать какой-то излишней музыкальности своему речитативу Попахивает, знаете, таким вот дядей Женей При всем при этом он как бы читает в ритм Читает в ритм Но он не акцентируется Из-за этого его флоу теряет некий напор Некую агрессию Поэтому пиэм на бите звучит разговорно Он звучит будто бы вот он просто рассказывает тебе что-то под музычку И такая форма Она привлекает максимальное внимание к тексту Но, к сожалению, в плане грува, вайба, кача она не создает Потому что вот эти сильные удары акцентные Пиэм не обыгрывает В его рэпе нет именно музыкальных акцентов Есть только смысловые То есть если бы я оценивал этот парт по оценке онлайнов То я бы поставил за текст 5 Это без вопросов Но за читку выше тройки я бы не поставил С моей точки зрения слегка неправильно ставить первым Ну так, скажем так, спорно звучащего на бите эмси Ну то есть я не могу сказать, что типа Это сделано как-то неправильно Такой подход имеет место быть Он может быть Но это все-таки, знаете, такой Как сказать, не классический флоу Да, вот неакцентный И ставить его первым Это, с одной стороны, интересно Потому что этот флоу звучит необычно С другой стороны, многих слушателей рэпа Которые привыкли к рэпу под прямую бочку Где, блядь, рифмы ставятся четко под удар Вот это, под удары Их может оттолкнуть это вот его Нарочитое игнорирование музыкальной составляющей Вот типа того Ягель нужно подавать технично Вот тут Аврелий цитирует пост с хип-хоп.ру Или цитату Бабангиды, возможно Или не Бабангиды Ягель нужно подавать технично Ну, как бы не хотелось Я понимаю, что этот юмор, да, и все такое Но если ты хочешь, чтобы массы хавали То Ягель нужно подавать технично Ну вот, типа не уйдешь никуда от этого Вот давайте еще раз послушаем Язык он свой прикусил, а я думал, где бы найти мне сил Сезон длинный, как лимусин Как говорит Ян, это нормальная тема Дважды заебался Послушайте, как говорит Ян, это нормальная тема То есть, вот он просто рассказывает То есть, спокойный флоу, без акцентов Он просто говорит Вот чем-то похоже на дядю Женю Конечно, тут другая, немного интерпретация Вот эти мини-перебежки Несколько разноображивают ритмический рисунок Но вот нет вайба Нет вайба, на мой взгляд Наверное, но не побоялся проверить Значит, мне нечего бояться А вы все, Влад, лучше беги Но я не живу по принципу, что ад это другие Я живу баттлами, прикинь И у меня иммунитет Ведь я дарю баттл рэп тем, кому до него нет дела Ооо, я не дружный, сори, брод А теперь у меня фото со школьниками больше, чем школьных фото А еще буду доводы против Я снова не тот, я что-то не смог Значит, можно работать Баттл рэп умирает, блять Вызывайте скорую И вам на портале за флоу Все объяснят поподробнее, где звезды Вызывайте скорую Объяснят поподробнее Вот он как-то Не акцентирует сильные ударные доли Он их как-то перебегает Вот, например, обычно Сильную долю акцентируют И между ней перебегают То есть, да, многие Южный рэп построен на такой манере То есть, вот, как там у Дензела Карри Гук То есть, вот этот вот Гук, он ставит постоянно на удар сильной доли А Пем, как бы, перебегает Вот этот сильный удар И это очень странно Ну, в общем, экспериментальный флоу Экспериментальный, необычный Кто-то считает, что это интересно в плане звучания Он имеет на это право Кто-то считает, что такому рэп Ну, рэп, как бы, такой Не особо уместен, может, в плане Такого вот именно, как парта Где-то на лонг-миксе Если вот альбом в такой подаче Выдержанной стилистике То, в принципе, имеет место Тут меня немного это смущает, короче Ну, это не синкопирование Это такое Ну, в общем По тексту 5 Вот в плане читки Мне не понравилось Мне не понравилось Даже не как он сделал Мне не понравилось это на уровне задумки Ну, типа, я бы так не подал Это раздор только Это не так работает Мы строим культуру и без батлов годно А я снова не могу выебываться чемпионством Я могу выебываться просто И подытожим парой слов Я не взял сезон Я вам дал сезон Бой, стихно Еще напоследок Летс гоу Крикну Тебя осталось прочесть Тебе лок и босс Скриптум И снова превратить Мое лицо в гифку Картина снята Рамка холл Битва, стоп Титры, пепел и вода Отпела медная труба Поощу... Вот видите Вот тут у Оксимирона Уже присутствует напор Он четко ставит рифмы И несмотря на то, что подает Он так, знаете Несколько Скептично, да У него не прям какой-то Напористый флоу У него опять вот это Его вечная рефлексия Он как бы рассуждает Вот сезон прошел Мы выпили Туда-сюда Но тем не менее За счет акцентов Ударных слов В рифмах За счет акцента на рифмы Звучит намного более Напористо и вайбово На контрасте с пиэмом Парой слов Я не взял сезон Я вам дал сезон Бой, стихно Еще напоследок Летс гоу Крикну Тебя осталось прочесть Тебе лок и босс Скриптум И снова превратить Мое лицо в гифку Картина снята Рамка холл Спит по стоп Титры, пепел и вода Спела медная труба По ощущениям Это была столетняя война В честь победы Наливаем оппонентов В кабаках Пей до дна Покуда пыльная палета Не легла Ну вот вам пожалуйста Классический прием Двойные рифмы Очень их много Так Тут собственно Вот у него идет Пепел и вода Медная труба Столетняя война Оппонентам в кабаках Пей до дна Пыль не легла Понял Ну то есть Двойные рифмы То чем Оксимирон Собственно Во многом завоевал Сво место на Олимпе И он делает Просто упор на двойные рифмы Звучит красиво Превратить мое лицо в гифку Неплохая такая отсылка На нищий хайп Вот В остальном Ну все стабильно И мне это очень нравится Кто-то скажет Ничего нового Оксимирон так всегда подает Мне очень нравится Как он подает Блять Заебись Двойные рифмы Он их в разном Расставляет в разных местах Бой стихно Летс го Крикну Пост Криптум Лицо в гифку Холст Битва Стоп Титры Вот он делает Просто музыкальный квадрат На одну двойную Придумывает какой-то Ритмический рисунок Потом его меняет И меняет Собственно Двойную рифму Но причем Он рифмует Весь квадрат На одну двойную Это добавляет музыкальности То есть Если ты посреди квадрата Меняешь рифмовку То это звучит Ну как Даже не музыкальности Как-то вот Какой приятности Именно как Квадратности Если хотите Но она ложится То есть Тут просто как бы как Я вот люблю например Такой знаете Квадратный рэп Когда вот Четверки заканчиваются Как бы на одну рифму И это нравится В плане Звучания Кому-то не нравится Но по-моему Ритмический рисунок Который здесь выбрал Оксимирон Крайне приятен Крайне приятен У него крепкий каскад Из двойных Четырех Двойных рифм На концах строчек И он их разбавляет Еще внутренними Также двойными рифмами Как бы рецепт стар Рецепт в меру сложен Рецепт заходит Мне очень нравится Медная труба По ощущениям Это была Столетняя война В честь победы Наливаем Оппонентов В кабаках Пей до дна Покуда пыльная Палеты не легла Дошли не все Одни считают Что я создал монстра Другие сходы Слышат сэмпл Это Окси Осборн Не буду врать Мне немного грустно Но для каждого Шестеры Всегда накрою стол Свой Не было карты Опять видите Тут он Как бы Отпускает Третью строчку Да То есть Тут у него схема Рифмовки 1-1-2-1 То есть Создал монстра Окси Осборн Грустно Это как бы Немного созвучно Но не рифма А потом стол свой То есть Тут в этом квадрате Он как бы Рифмует по схеме 1-1-2-1 Кто ж так еще Рифмовал то У Ива что то было Небо не потолок Земля не дно Музыка без нот Стихи без слов Мои ангелы знают Я не надел броню То что откроет меня всем Это и есть Бог То есть Вот видите Тут он вот это Я не надел броню Грубо говоря Эта строчка просто висит Она не рифмуется ни с чем Но это добавляет Некоторой изысканности Потому что Эту рифмовку Применяют не часто Обычно она присутствует В одном квадрате Но она такая элегантная Потому что Ты ждешь как бы Вот что он срифмует На вот это вот И надел броню А он тебя как бы Наебывает И рифмует К предыдущим Двум рифмам Третью Вот прикольно Тут применен Тот же самый прием Но тут еще и слово Грустно Как бы вот этой Третьей выбивающейся строчке Оно немного созвучно С его цепочкой Двойных рифм Вот Прикольно Прикольный ход Вот Не все одни считают Что я создал монстра Другие сходы Слышат сэмпл Это Окси Осбор Не буду врать Там мне немного грустно Но для каждого И шестеры Всегда накрою стол Свой Не было карты Я по памяти Шоу и вел Судьба вносит правки Ведь это реалити Шоу ее А вот здесь На памяти шоу и вел Реалити шоу И ее Это тройная рифма Получается Да обычная Тройная рифма Плюс он Усиляет этот каскад Рифмой карты Правки То есть это не Понторипа Потому что Не было карты Судьба вносит правки Не зарифмованные Друг с другом Но по факту Ему досталось Ну тут бы еще Два слова добрать И это была бы Чистая понтуха Ну вот вам пожалуйста Были дабл рим И тут он заваливает Третий рим Как бы Трипл рим Грустно Но для каждой Вы из шестеры Всегда накрою стол Свой Не было карты Я по памяти Шоу и вел Судьба вносит правки Ведь это реалити шоу И ее Это лишь когда Повспоминаете Что минет Быть может с теплом Позабыв нытье Перемотка на забор Вот реалити шоу И ее Потом он вспоминает Повспоминаете Что минет Тоже тройная рифма К предыдущему каскаду А четвертую рифму То быть может С теплом Позабыв нытье Эй йоу Вот тут кстати Интересная хуйня А не Да не Все то же самое Просто он рифмует На эй йоу Шоу и вел Реалити шоу И ее Что минет Позабыв нытье А ну тут как бы Он чуть рифму Заканчивает раньше Просто вставляет Рифмующийся И длип Ну то есть Тут ничего такого нет Тут в принципе Все просто Тишоу ее Это лишь когда Повспоминаете Что минет Да быть может С теплом Позабыв нытье Эй йоу Перемотка на заборы В мюфилке споры В сети Потом голуби Тигры стол С лимузином Отборы тизер Полтора года Трип Слишком суровый лизер Жизнь От Миги Фред С улыбкой Мона Лиза Слышь Быть может Я никчемный ментор Обречен Мой вектор С тех пор Как верный Счет для сектора Черную метку Но мне важны Победы Мир бы Как в Палестине Но все чему-то Научились На войне Стили Дальше Что у нас осталось Потом голуби Тигры Стол С лимузином Отборы Тизер Полтора года Трип Это слишком суровый Лизер Ну двойные Моны Лизы Вот здесь интересно Да у него Перемотка назад Поровну Филки С пор В сети Потом Голуби Тигры Стол С лимузином Отборы Тизер То есть У него Бля Нихуя Вот такой хуйатиной Я не видел Перемотка назад Поровну Филки С пор В сети Потом Голуби Тигры Он рифмует голуби, тигры, споровну, филки Стол с лимузином, отборы, тизер Полтора года, трипота, слишком суровый лизер Ну понятно, три крайних у него идут двойные А вот почему у него звучит споры в сети Перемотка назад, поровну, филки Споры в сети, потом голуби, тигры, стол с лимузином Отборы, тизер Он тут на акцентную, что ли, на О делает Вот это, бля, интересная хуйня, короче Бля, нихуя Погоди, нет, тут как он сделал Перемотка назад, поровну, филки, споры в сети Потом голуби, тигры, стол с лимузином Отборы, тизер Ну тут как акцентная, короче Он как бы это вот в сети, споры в сети Он как бы на О акцентирует, да Голуби, тигры, стол с лимузином Отборы, ну Честно говоря, я не понимаю, почему это звучит По идее, это не должно звучать Сети, тизер, это не... Ну тут, видимо, за счет того, что он делает акцент на вот эту ударную О И даже несмотря на эту неточную рифму Это все равно как бы вайбе Но это интересный момент Надо, блядь, его будет поизучать Поровну, филки, споры в сети Потом голуби, тигры, стол с лимузином Отборы, тизер, да Тут акцент на О И он несколько, видимо, как бы замазывает, короче Вот это сети и тизер Вот это интересный барс Полтора года трип суровый лизер И жизнь подмигивает с улыбкой Мона Лизы Да, никчемный век ментор Обречен мой вектор Двойная сразу идет Щел верный для сектора черную метку Да Но мне важнее победы Мир был как в Палеястине Вот тут, кстати, мне не очень нравится Но это, наверное, мое субъективное Тут у меня к... Бля, кокси, короче Охуенный парт Мне нравится в своей стилистике Выдержано Все, как бы, чики-пики Рифмы Слушайте рифмы, да Мне не нравится, короче, два момента Мне не нравится его концовка, короче В ней два момента Во-первых, ну так выделять рифмы в 2019-м Ну, типа Вот он охуенно шел Важнее победы, мир был как в Палеястине Ну все чему-то научились на войне стилей Мне не очень нравится вот это выделение Ну, типа Палеястине, войне стилей Типа так акцентировали рифмы Году в 2009-м, блядь И потом пол Инда Батла делала То есть Я не очень люблю, когда, блядь, подчеркивают Вот эти вот двойные, типа Смотри, какую я придумал двойную Ебаниты двойную Подай, как обычно Если у тебя годная двойная Я ее обязательно заценю Если она негодная, то Ну, то она негодная Тут просто он прям приковывает Такое внимание Палеястине, войне стилей Ну, возможно, он просто хотел разнообразить флоу Поэтому вспомнил Но я не считаю, что стоит делать такой, типа Акцент прям на двойную рифму Ну, все-таки, ну, такое И, блядь, мне не очень нравится По смысловой, блядь, хуйне Такая концовка Ну, что это, блядь Мне важнее победы Мир был как в Палеястине Мы все чему-то научились на войне стилей Ну, это, знаете, блядь Такая розовая прям Вот такая, знаете И они уезжают в закат на белом лимузине Микси, модафака, микс Брошенный где-то плачет А Палмдропа, Фокси уезжают в закат Но они за мир Они за любовь Ну, это же, блядь Ну, что это? Мне не нравится Вот раньше было как-то вот Давайте возьмемся за руки И за высоковольтный провод Это же, блядь, строчки Оксимирона Ну, вот Мне кажется, лучше бы он закончил, блядь Вот Ну, не знаю Въебал бы Панча там Там, блядь Я приду, блядь И въебу тебя А когда мне это будет выгодно Ну, вот Въебал бы какой-то агрессии Прям вот Закончил Прям вот Вот как ПМ закончил, блядь Я не взял сезон Я вам дал сезон Во Вот это да, блядь Потому что последний Барс Это после вкусия Это то, что остается И вот Как бы Такой вайб Да, Оксимирон там Рефлексирует Туда-сюда А заканчивает Грит Ну, вот Всем дружба Мир, блядь Я хочу мир Охуенно, блядь Ну, меня немного расстраивает Ну, наверное На любителя Но я не люблю Вот этот вот Мир, дружба, жвачка Мы с вами так старались Весь сезон Мы все подружились Мы такие молодцы Давайте, блядь Обнимемся Ой, ой Мир Ну, нет, нахуй Нет Въеби Панча в конце Въеби, нахуй Въеби Хлопни дверью Пошли нахуй Кого-нибудь там Блядь Въеби Панча Нет, нахуй Ну Ну, не знаю, блядь Не знаю Ну Нет Это типа Нет, ему можно Базара ноль И он имеет право Так закончить Ну, почему Типа, ему же похуй На мое мнение Это типа Я вот такой сижу Батл рэп и хует А всем-то, кто смотрит Им вообще похуй Им вообще похуй Сегодня Хотите историю расскажу Историю Приходят сегодня ко мне В кальянку Девчонки Девчонки Студентки Пол какие-то Включают Вот эту тему Вот эту Понял, нахуй Лонгмикс Я подхожу А я не видел Говорю Ну, нихуя себе, блядь Клип вышел Типа Они такие Ну да, ну да Я говорю А че, девчонки Следили за там Версусом Туда-сюда Они говорят Типа нет Мы только вот Оксимирон Джонни Бой Видели Я говорю А как вы вообще Вот на этот клип Как бы Ну, как он к вам попал Они говорят Ну, типа, ну Подружки скинули Говорят, там Оксимирон Но Оксимирон Он как бы с ЛСП Трек делал Это как бы хорошо Я говорю Ну, это сильно Говорю А вот этот вот Первый мальчишка читает Как он тебе Ну, типа Ты знаешь его Она говорит Не, я не знаю Но мне не нравится Он какой-то толстый Некрасивый Сейчас вот будет Оксимирон Он будет красивый, блядь Ты понял, нахуй Вот знаете Вот Я всегда думал Какая вот статья Вот Оскорбление чувств верующих Как это может быть Вот знаете Вот После вот этой фразы После вот того Как она вот Причем она не троллилась Ну, вот так Знаешь, вот Так говорит Ну, вот сейчас Оксимирон будет Он красивый Ты понял? Я просто понял Что вот оно Оскорбление чувств верующих Вот оно Как происходит Оно происходит Прям вот в 40 зон Понимаете? Вот прям В 40 зон Чувства верующих Оскорбляют, блядь Ну, оскорбляют Я просто смотрю И у меня так горит Ну, просто я нахуй Сгорел, блядь Меня троллят там В комментах ютуба Мне похуй, понял? А тут какая-то девочка 17 лет Она меня просто Вывела в безумие Какое-то Я просто Я говорю Ого И все И ушел Чтоб не дай бог Не начать Потому что я Я просто охуел Я просто охуел Ну, это Это как нахуй Это как, блядь То есть, ты понял? Они вообще не понимают Они не понимают О чем это все Для кого Зачем это все Они понимают Что там Оксимирон А Оксимирон Он с ЛСП Песню пел Это Зеба Ну, блядь Я, наверное, зря горю Потому что ситуация Это нормальная Ну, нормальная ситуация Ничего такого нет Но мне почему-то поняли Так было прям Прям я даже не могу Эту эмоцию описать Вот какое-то прям Вот Ну, вот Негодование Негодование какое-то, блядь Вот Ну, я, в общем, говорю Что Оксимирон, видимо Он, как бы На ту аудиторию смотрит И ему жестить Короче, это не с руки Вот к чему я вас вывел Ладно, что-то я отвлекся, блядь Ну, в общем, да Вот Концовочка мне не понравилась В остальном Хорошо, крепко По флоу Все бодро Ну, девочки Да я понимаю Я ж поэтому Ничего им и не сказал Я понимаю Что, как бы Они не должны И, ну, вообще Как бы, ну Типа, похуй, как бы И Они, как бы, и все, блядь Ну, просто я не знаю Меня, короче, пидорнуло Ну, не знаю Наверное, я не понял Ну, я и не стал на них орать Я, честно Собрал свою волю в кулак И ушел Ладно, все, погнали Победы, мир Бо, как в Палестине Ну, все чему-то научились На войне стилей Что ни говори Но я андердот Технок и релот Только был и дом Но вот далеко Не ради рекордов Тогера года Пофуй Для меня год за три Для меня до зарин И друзья враги Но Сколько ночей было до зари Все говорят, мол, че там как Так, ладно Проебал Макхонина Давай, Макхонин Заново, ёпки Это плюсусмысловое трес Как в нью-скул А с каких пор в рэпе Должен быть смысл Ну, понимаешь Вот в этом конфликт, короче Конфликт поколений Школ Взглядов на музыку Людей Вот, кстати Шум ярко принято Посмотрим Пирокинезис Отпуст Все бесы здесь Окей, принято Где мой кисели Макс Кири дома Вот тут я хотел, кстати Вам что сказать Вот вам Обратная сторона Влада Пиэма Вот Джон Макхонин Вот Джон Макхонин Он обыгрывает все ударные Обыгрывает бит Делает ускорение Подает напористо И вайбово Без базара Но По тексту там Ну вообще ничего Ну, типа Вообще ничего Ну, то есть Нету 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 ни панчи Ничего То есть Ну, типа Дабл тайм Вся хуйня Но Текстово Не зацепиться И проблема Что Макхонин Да, он звучит лучше Вот он звучит лучше И он как бы вайбит И я могу покачаться И вот Челик писал Что вот Челы, которые говорят Нахуй смысл в рэпе Им, наверное Макхонин зайдет лучше Но он звучит лучше Пиэма Но знаете Когда я досмотрю Этот сайфер Мне запомнится Знаете что? Мне запомнится Я не взял сезон Я вам дал сезон Вот это мне запомнится А Макхонин Че там как где Мне не запомнится И вот тут Понимаете Текстовики Технари Это вечное И крутой тот Кто умеет в себе Запаковать И то и это Понимаете? Потому что вот Про сезон Мне, блять Просто так в башку Впечатался Барс Что его теперь Хуй выгонишь оттуда Я его все Запомнил Навсегда Грубо говоря А Макхонин Пизда-то Вайбово Качает Зачитано лучше Чем у Пиэма Намного более лучше В плане вайба И грубо Но, блять Хуй еще запомнишь Вот хуй Не за что уху зацепиться Какой подход Кто лучше Макхонин или Пиэм Вот для меня Субъективно Наверное, все-таки Пиэм Ну, как бы лучше Не то, что лучше Интереснее его подход Интереснее Но зато не так качает Вот кто любит Чтоб качало Чтоб ебошило, блять Те, наверное, скажут Что Макхонин лучше Тут вот Видите, вам Две стороны медали И это тоже интересно Это вот Разный подход Разный взгляд на музыку Разный взгляд на рэп Говори, но я Андердок И кнопка рэллоу Только был и дом Но вот далеко Не ради рекордов Тоггера года Пофуй Для меня год за три Для меня доза ринг И друзья враги Но Сколько ночей было до зари Все говорят Что там, как там, расскажи Перебрался в Питер Две недели На Касарь жил Все, что было у меня в кюкзаке Я покинул дома Снова за кем-то Будет нелегко Ты просто забей У тебя есть то, что не купишь за деньги Чуть-чуть-чуть По ритмичке, да, садиться Или мне кажется Ну-ка, еще чуть-чуть Садиться ведь, да, чуть-чуть-чуть Недовыговаривает Ну вот даже не Наверное, даже не то, что дикционные косяки Это особенность вокабуляра Вот чуть-чуть Мне не хватает чистоты Чуть-чуть Прям дикционный Ну ладно, окей Ну вот дом 2, второй дом Ну вот вроде неплохо задумано Да, ну вот типа Ну типа Можно Но как-то вот Сука Не заходит это от Маконана Я вообще не знаю Почему-то вот Блять Его даже вот панчи Короче Как-то вот так Скептично воспринимают Наверное, потому что Он уже создал некий образ Возможно И сложно от его образа Ну типа Как-то, знаете Абстрагироваться Что типа Все знают, что у Маконана Пустоватый тексток И типа Даже если есть удачный барс Он не воспринимается Хотя глобально Опять-таки Вот этот панчи Дом 2, второй дом Вот это игра слов Да, даже не панчи Но она же такая Довольно-таки проходная Ну типа Ну вроде можно Как бы так Знаете, но не прям Так типа Ну окей Типа выкупил Но не прям Как-то зацепиться Все равно стараются Ну видите, нет Но в ударной Вот раскладывается Вот то, чего Короче, мне не хватало В плане звучания Именно у ПМа Да, вот Хорошо, критикал Вот тут челик В этом плане хорош Он меняет флоу Меняет ритмики Ускоряется Замедляется Меняет акценты Меняет схемы рифмовок Единственное, что тут Что-то проскакивает Типа рифмы Расскажи Жил Дабл таймить Батлить Ну как бы Типа такое Но в остальном По ритмике Именно По ритмике Работы с битом Сделано хорошо То есть Ритмически МакКонан Тут молодец Ну вот тут вот видите Труп Не могу Ухожу Ждут Ну Ритмик Это крутая Качество Рифмы бы еще поднять То есть Ритмику-то Он выдерживает Базара ноль Было бы пиздато Если бы Он еще и Качественно Делал Какие-то Интересные рифмы То есть Вот у Мирона Если рифмы По качеству Высокого качества При интересно Выбранной ритмике То у МакКона Она крутая ритмика Но рифмы Односложные И довольно-таки Очевидные Вот собственно Жди меня Жди меня Здесь Я Ненадолго Жди меня Жди меня Здесь Жди меня Жди меня Здесь Я Ненадолго Жди меня Жди меня Примеком Быстрый шок Там без серости Домов И нам тут Типа места Нету Тебе важен Так счет Ну и кто Там последний Из птиц Но не пальцем В небо Моя жизнь Не реалити Где ставят камеры Ради твоих комментов Ну кстати На контрасте Интересно звучит Такая подача Но тебе же Так нравится Шоу А мне просто Так нравится Бэтлис Кем Я бы не был Ты мне пишешь За тебя варел Я помню тебя Пьяным Распиздяем Во дворе А теперь Ты там Со всеми Даешь Жару на небе Но вот этот Излетел Да легенд Брат Так много Те кто нам пророчил Тут провал Какие-то Смены Мне напоминают Какой-то Индобаттл Знаете Там любили Какие-то Переходы Вообще Ритмически Попахивает Честно говоря Индобаттлом Да Конца Нулевых Такое Я не знаю Почему у меня Такая параллель В мозгу Короче Проскользнула Но почему-то То ли он Похож стильком На кого-то С Индобаттла Но вот Прям Вот эти Переходы Вот эти С явными Сменами Флоу Сейчас Секунду Это конечно Забавная Да Что такое Ага Держи Ага Давай Давай Забавно Забавно Чего по тексту Прямиком Из трущоб Ну это Хорошо Да Отсылочка К трущобе Пальцем В небо Птиц Прикольно Мне просто Нравится Бетлить Ну понятно Да Окей Туда-сюда Опять Опять Рефлексируем Ну давайте Еще Глянем Что он Там Домов И нам Тут Типа Места Нету Тебе Важен Так Счет Ну и Кто Там Последний Из Птиц Но Не Пальцем В небо Моя Жизнь Реалити Где Ставят Камеры Ради Твоих Комментов Но Тебе Ж Так Нравится Шоу А Мне Просто Так Нравится Бетлить Я Был Ты Мне Теперь Ты Там Со Всеми Да Жару На Неве Но Вот Это Ты Злетел Да Легенд Брат Так Много Тех Кто Пророчил Тут Провал Будто Всех Подряд Можно Приравнять Тут Почти К нулям Смысл В том Чтоб Не Слушать Твоих Нотаци Выйди Вкруг И Я Скажу Тебе Кто Ты Минут За Умпа Лумпа Спасибо За Донат Брата Умпа Лумпа Умпа Лумпа Здорово Бро Я Старый 32 Поздравляю С чего Хоп Поднялся Собственно Триадок Каста ТГК Баста Смоки Ной Слига Усех Текста Были с умом Тогда не было Супер Прок И супер Трудового Музла Все было На коленке Согласен Без текста Никому не упал Хип Хоп Поэтому Без мыслим Зло только Драм Я понял Тебя Да Ну в принципе Вот Вишь Но сейчас Новая школа Фрешманы Все понял Как бы Очень короче Сложные Вечные Вопросы Вечный Конфликт Я согласен Что хип-хоп Начинался Именно как музыка С посылом Со смыслом С содержанием Да Но сейчас Он смешивается С другими жанрами Хорошо это или плохо Это такая Знаешь Тема для Многочасовой Дискуссии Вот Я тоже За смысл В рпачке Вот Но Звук пиздатый Тоже пиздата Короче Как ни крути Ну типа Крайности Такое Типа Да Надо искать Всегда баланс Ну вот На мой взгляд Так Ну что тут у нас Династа Чем Тяжело Это все Заговор И все Сверху решено Ему бы сдаться Сил не набраться И нету шансов Но пац Блять Быть Династом Это мотивация Нет тебе С ума Не сойти Если держишь Свой парус По ветру Миль километров Сколько уже в пути До цели той Которой Так предан Кто бы не писал Дерьмо В него ни ногой Чтобы идти Наперекор Времени вагон Что будет После победы Впереди Впереди Столько Миль Километров Мы разберем Династа Ну знаете Такой неплохой Парт Он как бы Четко делает Смены битов Типа Ну как Вот у него Знаете Как это Вот на Индобаттле Не зря Что типа Меняется бит Меняется флоу То есть В бите Какая-то перемена Добавились духовые Он меняет флоу Переход какой-то Меняются гитары Он меняет флоу То есть Вот это именно Типа Бит меняется Надо менять флоу Пока бит не меняется Я флоу не меняю Вот это типа Индобаттл Да То есть Сейчас прям Флоу меняют Прям посреди То есть Ну типа В том-то и прикол Что типа Речитатив меняется Ритмика и флоу А инструментал Остается прежним Это показывает То как ты можешь Типа Насколько ты владеешь Битом Насколько ты можешь Показать себя С разных сторон Свою технику На одном инструментале С одним битом Да С одним битом Тут такой Ну это не то что плохо Ну это просто так сделано Окей Меня позабавило Вот например МакКонан Да Он меняет Именно свой флоу В рамках Одной Грубо говоря Структуры Да Оксимирон Тот же Ну у них бит там Меняется где-то Но тем не менее Мне не нравятся Их распевные бриджи Я уже слышал И как я понимаю Это концепция Да Вот у Пема Не было распевного бриджа У Мирона Что-то там было По-моему У этого У МакКонана Был распевный бридж И у Династа Распевный бридж Мне не нравятся Короче Их вокальные бриджи Вот кому Кому нравится Поставьте плюс в чат Кому заходит Их вокальный бридж Мне бы все-таки Хотелось Чтоб это как-то было Вот знаете Более сурово Ну что-то как-то Вот знаете Все-таки батловое Как бы такое То есть А вот эти вот Вокальные бриджи Они как-то Разбавляют это И плюс Ну на мой взгляд Я не вокалист Блять в седьмом поколении Но по-моему Пацаны поют Ну вот как-то так Ну типа Середнячок А вот Нихуя им плюсы А бля Нихуя Всем нравятся Вокальные бриджи Блять Всем нравятся Вот Михаилу не нравится Нихуя Нас плюсами Атаковали Все прутся Блять Все прутся Нахуй Все прутся Ёпты Все окей Окей Все ладно Тогда базара ноль Если вам зашло Я тогда Не претендую Если вам зашло Значит бриджи Должны были быть Ну типа Людям же нравится Значит хорошо Разбавляют Я понял Вы типа на это С другой стороны Посмотрели Что типа это Разбавляет звучание Да Не типа просто Рэпчага монолитная А типа Разбавляет Ну просто Я просто люблю Рэпчагу пожестче Пожестче Как бы Когда вот Поэтому Мне вокальные Вот эти моменты Не особо нравятся Но Музыка Многогранна Вкусовщина Если вам нравится Значит бриджи Должны были быть Значит Мирон тут угадал Я все таки думаю Этот трек Мирон продюсировал Ну прям Видно что он Мне кажется Прорабатывал С пацанами И флоу Как бы Как то что то Они коллективно Это делали Вот Потому что Работа серьезная Бабок буха Нанемерена Я думаю Мирон контролировал Как бы Текст каждого И там они как то Двигались В плане звучания Точно Вот Че еще Че еще хотел Пиздануть Что Мирон Что они двигались Короче И он И это скорее всего Он придумал Эту фишку с бриджами Потому что Он сам любит Ебануть Вокальные бриджи Он придумал Вам понравилось Значит Задумка Мироныча Зашла Давай Чтобы идти Наперекор Времени вагон Что будет После победы Впереди Столько миль Километров Мы разбросаны Были По миру Подами Продюсировал Микси Поэтому он не читает Блядь Это было годно Вельвет 91 Это было годно Микси просто ушел К Бабангиде В антихайп Он теперь Конкурирующая фирма Впереди Столько миль Километров Мы разбросаны Были По миру Подами Нами Которых Никто не знал Или просто Не принимали Нас будни Одолевали Мы улыб Пали В диване Но вдруг Мы все решили Сыграть в игру И вот мы тут Никогда не поверил Баткуда я попал Но судьба Нас поделила Пополам По разным командам И каждый падал Мудрался Бить в планах Только Бабанг И даже Кого мне напоминает Блядь Лютай Кого-то мне по флоу Напоминает Что-то такое Питерское Блядь Что-то из Питер Вот этот Вот этот Тембр Вот такой С легкой-легкой Хрипотцой Вот знаете Хрипотца Но не жесткая Подача А такая Вдумчивая Блядь Кто-то так же Подавал Вот прям Очень похоже Вот именно Хриплый голос Но не жесткая Подача Такое бывает Фьюз Точно Фьюз Ёб Вот Амар Османов Прав Фьюз Фьюз Нет Замай Тонир Это все жесткие Варианты То есть это когда Хриплый голос Жесткая подача Так подает много Кто Кожи Обойма Ханзамай Ну Тонир Он рычит Там чуть другая Степь Ну в общем Грубый голос Жесткая подача Это типа классика Таких МС Много А вот именно Такой голос Хриплый И вдумчивая подача Это фьюз Да это креки Точно Спасибо парни Да действительно У меня какие-то параллели С фьюзом Прослеживаются Сыграть в игру И вот мы тут Никогда не поверил Вот куда я попал Но судьба нас поделила Пополам По разным командам И каждый падал Но дрался быть в планах Только в обан И даже в паттовой партии Столько пан И пропал Потом бессонные ночи За текстом Чтобы хоть чуточку Больше продвинуться В том что всегда Шло от сердца Пускай мы молоды Прослали это труд И это божья благодать Как же пролетел год И сколько ставил Каждый на кон Но знаю что накопленный опыт Меня вытащил из оков Теперь я вернусь Откуда пришел Увидеться станем и реже Я вошел в эту быструю реку И из нее не выберусь прежним И может когда все пройдет Мы исчезнем в недрах сети Из разных портов За мной наш корабль отчалит Но я верю что где-нибудь там Еще встретятся наши пути И надеюсь Добрый мой друг Что это лишь только начало Да Вы знаете странный парт Он типа неплох Неплох И типа ритмически Мне понравился его переход И бридж у него довольно таки приятный И интонационно это довольно таки интересно Но как-то Вот этот его вайб Его посыл Хочется сказать Ты хули такой добрый Вот ты хули такой добрый Вот я Мирона критиковал Что вот типа Мир как в Палестине Вот у Литая Весь парт такой Вот скажите Он и батлит в похожей манере Я просто не видел батлов Литая Я не в курсе У него вот всегда Вот такая вот манера То есть он вот Ну он типа вообще не агрессивный чел То есть он прям какой-то Ну вот в натуре как фьюз Короче То есть вот именно такой У него какой-то Добрый вайб что ли Я не могу это сказать У него всегда такая манера Да А ну все Тогда я понял А У него даже философия такая Все я понял Базара нет Ну я просто люблю Агрессивный рэп Во-первых Во-вторых Вот ты мне говоришь Это Сайфер Батл Эмси Вот я Вот мне кажется Я имею право Ожидать от Сайфера Батл Эмси Агрессивного звучания Ну типа Как бы Он не обязан быть таким Ты мне скажешь И ты будешь прав Как бы не обязан Вообще хули мне Оксимирон с пацанами Че они мне обязаны Они хуй вообще клали На мое мнение Но Я могу ожидать От батл Эмси Агрессивного батл рэпа Могу Я его ожидаю Так что тут Ты меня не можешь подтянуть То что они сделали так Они тоже на это имеют право Это имеет право на жизнь Мне такой вайб Не особо нравится Вот мне не особо нравится Вот эта добрая вся Вот эта Войну стилей Мы многому научились Но я говорю Давайте возьмемся за руки И за высоковольтный провод Но это мое видение Я же ебанутый Вы видели мои батл У меня пена изо рта идет Я больной человек Старый больной человек Поэтому можно мне донатов ебануть Потому что сами понимаете Как бы В батл рэпе год за пять А с моим здоровьем Психическим Вообще немного Поэтому можно донатнуть Как бы рифмобису На счастливую Хоть и не долгую жизнь Вот Поэтому Я просто люблю Но я же не говорю Что это залупа Улетая пиздатый парт Но мне не нравится Такой вайб Вот не нравится Мне и все Не любил я песни крэков Ну вот к сожалению Нежность слушал А другие треки не слушал И Касай на концерт Я не пошел Мне дали билет На концерт Касай А я не пошел Вот такой вот Я хулиган Давайте фанаты крэков Обострите меня Не пошел На концерт И вот сейчас бы не пошел Вот не пошел бы Даже сейчас Хотя Асай Делает пизда Трэп Я признаю базара Но мне и не нравится Вот так вот Все ладно Погнали Все погнали Ладно Все Что у нас там Там еще встретятся Наши пути И надеюсь Добрый мой друг Что это лишь Только начало Да все знают Что моя история Взлеты как будто Фильм По такой бит Агрессивная подача Бы не зашла Ну прям Убер агрессивная Нет Но по моему Оксимирон Подал Довольно таки Напористо Вот для меня Ну вы типа Можете сказать Я не знаю Что Палмдропов Покажет Но Я не думаю Что Палмдропов Что сделает Мне больше всего Понравился парт Оксимирона Вот хотите Пинайте меня Скажите что я Глор ебаный Сам не люблю Глоров Вот У меня аллергия Вообще На глоризм В батл рэпе Но Блять Вот мне Нравится Барт Оксимирона Ну вот ничего Не могу сказать Мне нравится Как это подано Мне нравится Как это зарифмовано Мне нравится Ритмическая конструкция Мне нравятся Акценты его Мне нравится Его поставленный Флоу Мне не нравится Что он дохуя Рефиксирует И он тоже Какой то вот Вайп пошел Блять Научились на войне Стили Оооо Ну типа Дохуя рефлекси Хочется какого то Вызова и напора Ну Но тем не менее Потому что ПМ Охуенный текст С моей точки зрения Неправильно Выбрана подача Маконен Охуенная подача Вайп Грув Но по тексту Не за что зацепиться Династ Прикольно Но звучит Как вот Индобаттл Конца нулевых Ну вот эти решения Со сменами Флоу Со сменами Инструменталов Плюс распевка Династа Мне честно Не очень понравилось Летай Всем хорошо Но вайп Который он несет Мне не нравится Ну ничего не могу Типа Зеба Пацаны красавцы Базара ноль Кто-то скажет Ты бы так хуй зачитал Я вам скажу Пошли нахуй Зачитал бы лучше Но Не суть Не Все имеет место Откровенно Провальных партов Нет ни у кого Я просто как аналитик Вам акцентирую Внимание Как бы На тех или иных сторонах Вот и все Мне честно Пока Больше всего понравился Парт Мирона Ну Называйте меня хлором Мне похуй Да все знают Что моя история Взлеты Как будто Фильм Че за пьяный Школьник Хулюн Тут забыл В жизни Не был В рэпе Образование Хуй бы с ним Но влетел Прямо с дивана В экран Сделав Лютый Флип Мечтал Попасть Семнажку Чтобы там Просто Набухаться Но Видимо Я перебрал Чуток Ебал Я в род Я за сезон Невероятно Но все же Сыграла Ставка На Джокера И я знал Это Бро Результаты Сам себе Спойлерил Вы угорали В итоге Я Ощущаю Как клево Сейчас Наблюдать Ваши Ёбла Полные Зависти Клоуны Мой Успех За монитором Они видели Лишь во сне Страшном Где помехи В киноте Ребят Теперь В сети Ребята На мои Баттлы Те Ребят Это Правда Вы слишком Зависливы В жизни Какие-то Спорные Решения Еще Теперь Теперь В сети Ребята На В итоге Я Ощущаю Как Перебрал Чуток Ебал Я Вроде Мечтал Попасть На Фильм Че за Пья Да Все знают Что моя История Взлеты Как будто Фильм Че за Пьяный Школьник Хули Он тут Забыл Вот это Пиздата В жизни Не был В рэпе Образование Хуй бы С ним Но Влетел Прямо С дивана В экран Сделав Лютый Флип Ну Нормально Строки На Двойные С акцентом В конце Окей Мечтал Попасть Семнажку Чтоб Там Просто Набухаться Но Видимо Я Перебрал Чуток Ебал Я В рот Я Взял Сезон Невероятно Ну Прикольно Да Три Двойных Ебал Я В рот Я Взял Сезон Три Двойных На Конце Да Где Текст Тебя Дай Посмотреть Че Там Мечтал Попасть Просто Набухаться Но Видимо Перебрал Чуток Ебал Я В рот Я Взял Сезон Семнажку Набухаться Да Не Прикольно Хорошо Вот тут Мне очень понравилось Как он ритмику Сломал Тут Он Сломал Ритмику Прям Одна строчка У него Короткая Вторая Длинная Ну Типа На любителя Кто любит Ломанные Ритмические Ходы Кем зайдет Мне чуть Не нравится Все таки Люблю Когда Такой Квадратный Каркас Лимонить Шпагу Бля Ну Хуй Знает Бля Как Как вам Этот Панч Я Типа Доебываюсь Или Нет За За этот Лимон Ты будешь Лимонить Шпагу Ну Че Та Я Хуй Его Может Я Просто Не Пиздатый В рот Плеер Но Че Та Как То Так Еще Сакцентировал На этом Да Я Хуй Ну Так 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 Вот для меня такое. Кто-то пишет заебись. Базара ноль. За этот лимон-лимонить-шпагу отобрали, чтобы отобрал лавры. Это прикольно. Лимон-лимон-шпагу. Теперь все те ребята на мои батлы. Те ребята это правда. Вы слишком завистливы в жизни. Завистливы нахуй. Меня отобрали, чтобы я отобрал ваши лавры. За этот лимон ты долго будешь... А, у него задумка такая. У него задумка. Завистливы-завистли нахуй. Отобрали-отобрал. Лимон-лимонить. У него, типа, три строки подряд идут с вот этим вот вордплеем. Ну, типа, не вордплеем, а созвучие слов, да? Вы слишком завистливы в жизни, завистливы нахуй. Меня отобрали, чтоб я отобрал ваши лавры. За этот лимон ты будешь долго лимонить шпагу, падла. А, ну, у него такая, типа, задумка на этот квадрат. Ну, прикольно, слушай. Получается, у него три вот этой... Три строчки и три разных игры слов между собой. Ещё всё это дело зарифмовано. Ну, тогда нормально. Да, за это можно простить такое спорное решение с лимонить шпагу. Три барса на три игры и слов прикольно. Если вы нахуй меня отобрали, чтоб я отобрал ваши лавры. За этот лимон ты долго будешь лимонить шпагу, падла. Эй, меня в фаворитам не видели. Ведь я выглядел, будто я выдул пузырей больше раза в четыре где-то, чем дититки с мыльной бутылочкой. Что за милые личики, стелетрипы, подпивчик, но гол прошёл. И теперь явно в ахуе каждый зритель. Я в шоке, насколько могут быть материальные мысли. Если честно, то я хочу... Каждый зритель материальной мысли, что-то в крае вообще не точно. Вот это пример неточной двойной рифмы. Когда вы спрашиваете меня, что такое, Владос, неточная двойная рифма. Я вам говорю, каждый зритель материальной мысли. Но это, типа, это очень не точно. Может быть, он хотел специально, чтобы эта строчка так выбилась из звучания. Но, типа, каждый зритель материальной мысли, прям как-то она привлекает даже внимание. Вот своей такой, я не знаю, нарочитой или ненарочитой неточностью. В ахуе каждый зритель. Я в шоке, насколько могут быть материальные мысли. Если честно, то я хочу быть примером для вас. Что даже если ерпинать по жизни, можно быть первым всегда. Важно, что в сердце жила железная вера в себя. Если не ступить, можно ступить на путь от волнейма до звезды. А тут вообще, где рифма наху? Лаппорт, что ли, блять, опять? Железная вера в себя, если не ступить мысли. Если честно, то я хочу быть примером для вас. Что даже если ерпинать по жизни, можно быть первым всегда. Важно, что в сердце жила железная вера в себя. Если не ступить, можно ступить на путь от волнейма до звезды. Концовка вообще, что-то какая-то смазанная нахуй. Лаппорт, блять. Что это нахуй, блять? Звезды, блять. Все знают, все игроки знают, что звезды рифмуются с пизды. Все знают. Не хочешь делать совместный стрим с PM, он сидит, скучает. Прикольный совместный стрим получится. Игроки в чатике за. Если PM не против, я готов. Вообще, изи-бризи. Но PM же авторитетный игрок. Он может и не захотеть. Он может и не захотеть. Поэтому я даже не знаю. Я даже не знаю. Ну, я за, если что. Так. Вот, кстати, можно и обсудить работу над треком. Как это все записалось. Интересно же, да? Творческий процесс, как происходил. Как они это все дело писали. Но я не знаю. Может, они не будут это раскрывать? Не знаю. Как вообще им... Как это происходило? Им скинули только бит. Или Оксимирон скинул им уже свой парт. И они подстраивались под парт Мирона. Или, может быть, у них хуки были задуманы. Как вот именно, да? Творческий процесс написания происходил. Ну, интересно бы было, да? Вместе ли они писались? Или писались по отдельности, их сводили, да? Вот столько вопросов, на самом деле, по работе именно на студии. Наверное, это будет интересно не всем. Но я думаю, что многие, кто пишет рэп, нас смотрят. И там было бы интересно узнать, сколько даблов они писали, да? Сколько бэков. Одинаковая ли у них была вот эта вся тема? Или не одинаковая? Кто сводил? Ну, было бы прикольно. Важно, чтоб сердце жила железная вера в себя, если не... Смазывай конец норм для игроков. Слушай, а это неплохой панчлайн, блядь. Мой секс с твоей мамкой это хуёвый батл рэп. Ведь в своём каждом парте я смазал конец. Слушай, бля, а вообще нормальная хуйня. Я бы себе забрал. Нарвать на битах заберу, если пройдём. Мне нравится. Хороший панчлайн, блядь. Хороший панчлайн. Так, ээээ... Смазал конец, да, блядь. Нормально, да. Но вообще концовочка мне не зашла. А, пиэм отказался. Ну, это было предсказуемо, поэтому ладно. Ну, а тут смазано, короче. Раз, час подводить итоги, взял незаметно пробил. Знаешь, что ты на пороге топишь у начала других историй. А дайте ссылку на пиэма. Ой, бля, сколько было, помнишь? Странных фантасмагорий. Я гляну через плечо лишь. Вот и всё дальше. Видите ноги. Неплохо, 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 неплохо. Непло-хо. Дайте ссылку на пиэма, ребятки. Кто мне в личку пизданите? Или чё вы, в чат? Как в констракте, да. Вокальные эти бриджи. Такое. Шо до конца. Отпиэм, так меж ему надо написать в личку. О, кто-то скинул, спасибо. Казаху и Витебове. Ха-ха-ха. 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 Прикольно, 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 прикольно. Мне нравится. Пасхалочка в конце годная. А, ты хочешь, чтобы я на ютубе написал? Давай напишу на ютубе, хули мне. Насчёт батла за Бэксимирона. Слухи ли правда гнойного батлить будешь? Давайте так. Отвечаю про батл за Бэксимирона. Насколько я понимаю, нет такой информации. Либо я о ней не знаю. Что батл будет. Насчёт батла с гнойным информация есть. Всё, что я говорю на стримах до этого, да, там вот про вот эти вот все 17 апреля, я не думал, что кто-то в это поверит. Пока не было в сети достоверной информации об этом батлее. Вот когда она будет у меня, допустим, то... Всё, я отписал ПМ-у, короче. Что он ответит, я не знаю. Наверное, я скажу. Могрин, двадцатка, почему на реалити не проводится? Блин, надо, короче, сделать... Ну я там ПМ-у на донатили. Ну, ПМ молодец какой, разбирается. Рифмобес, да, вот, привет, раз ты здесь. Слушай, если мы, типа, стрим какой-то совмест... Ну, просто мне, типа, нет сейчас смысла бросать свой стрим, как я думаю, ты понимаешь, что очень много... Вот, допустим, Мор... Так, тут и Ивангай зашёл. Рифмобес и Ивангай все пришли. Мор, сейчас прочитаем. Мор, блядь, просто влетает только так. Так, короче, как я понял, он не против договориться. Ну ладно, договоримся с ПМ. Вообще, я с этим... С Кукишем договорился. И с ПМ можно замутить. Можно замутить. Давайте-ка, пацаны, чё? Я, конечно, не звезда Версаса, но чё, мне тоже можно... Вот, Данил Харламов, молодец. Новый трек Шума, правильно. Тут у ПМа там никуда котлеты уже отгрузили. А сколько его смотрит народу? Мне интересно просто. Я там ПМ уничтожает просто. Уничтожительно. Меня одна тысяча смотрит. Респект, игроки. Чё-то у вас сегодня дохуя. Чё это вы все пришли-то? Хотите разбора? Ну вы же, короче... Так, АПМа смотрит. АПМ поболее смотрит. Да, у ПМа 2,3 тысячи. Ну, тут базара ноль. Тогда всё закономерно. Закономерный просто, видимо, босс не дал карьерного роста. Да. Так, ну шо мы? Досмотрели, собственно. Заебись. Лучший парт у Оксимирона. Как по мне. Моё мнение. Моё мнение. Давайте, в комменты пишите, у кого лучший парт здесь. Производим быструю... Быструю... Эту... Социальный опрос. Пишите. Я пол, что вы клаву хотите. Давай мне пишите, чей лучший парт на лонге. Давай. Динас вижу. Защита на один. Так, Оксана. Оксана солидна. Пи-Эм. Пи-Эм. Нихуя. Там даже Пи-Эма. Ну а у Микси... У Микси... Да, блядь. Эээ... Говорят, что МП-3 формат не дожил до такой хуйни, чтобы это... Чтобы... Передать, блядь, хуйню. Чтобы передать голос Микси. Пи-Эм. Всем нравится Пи-Эм. Ну... Погоди. Вот стопэ. Давайте так. Вот остановитесь. Давайте так. Те, кто написал Пи-Эм. Пи-Эм. Вот кто написал Пи-Эм. Напишите мне. Нравится ли вам, как Пи-Эм зачитал? Вот по чесноку. Я понимаю. Пи-Эм понравился. Но вот кто написал Пи-Эм. Вот напишите. Вот комментарий. Вот сейчас. Что вы думаете о том, как Пи-Эм зачитал свой пар? Вот напишите. Мне просто интересно. Может быть, я не разобрался. Объясните мне. Почему? Вот эта вот разговорная манера подачи. Вот эта вот такая вот свободная, не обыгрывающая ритмику. К тому же в 2019 году, замечу. Вам зашла. Такая, знаете, подача а-ля вот там Кровосток. Вот это вот вся вот такая. Вот чисто разговорная. Чем вам так понравилось? Вот объясните мне. Кто писал Пи-Эм? Я жду. Я жду здесь ваших этих. Да будет тех, Лава. Ну что ты нервничаешь? Микроускорение есть. Микроускорение есть справедливо. Но там микроускорение у всех есть. И у Мирона того же. Ну типа тут бит такой. Душевно. Андеграунд потому что. Душевностью. Пи-Эм Акапельщик. Да не, базара ноль. Я понимаю, что как бы требовать от Пи-Эма там какую-то там Флоу а-ля Бамбл Бизи Челлендж. Конечно, смысла нет. В общем, вам понравилось, что типа это с душой. Хочется вслушаться. Ну-ка. Чалок, ну вы сами видели реалити. Батл рэп это сомнительно. Кстати, став лайк, если спрашивал, что я взял в Рибаке. Чо он молчит? Язык он свой прикусил. А я думал, где бы найти мне сил. Сезон длинный, как лимусин. Как говорит Ян, это нормальная тема. Дважды заебался, наверное, но не побоялся проверать. Значит, мне нечего бояться. А вы все, Влад, лучше беги. Но я не живу по принципу, что ад это другие. Я живу батлами, прикинь. И у меня иммунитет, ведь я дарю баку рэп. Искренне согласен. Искренне. Но опять-таки искренность-то она из текста растет. Текст написан хорошо, талантливо по содержанию. По форме вопросики у меня. По форме вопросики. Но, видимо, да. Пи-Эма написали те, для кого содержание всегда давлеет над формой. Ну, это круто. Это круто, что вам нравится такой рэп. Мне нравится. Потому что я бы, например, этот парт первым бы не поставил. Потому что, как по мне, ну, слишком экспериментально в плане подачи. Но если людям зашло, то красавцы. Хотя, с другой стороны, наоборот, может, потому что интересно хочется и послушать. Потому что ты не привык к таким раскладкам. То есть, в принципе, как МакКонен читает, ну, плюс-минус любой МС, там, да, стопа, там, со 140 срывать на битах, где кто в последних стадиях, любой так может зачитать. Ну, это как бы очевидно. То есть, а вот, как Пи-Эма по тексту сделать может не любой. Ну, в общем, парт Пи-Эма, это такая отдельная тема для рассуждений. Насколько это уместно, насколько это интересно. Тут я даже не знаю. Ну, не, конечно, Панч и УП-Эма, это охуенные. Вот, про сезон, это, наверное, лучшая строчка этого, ну, этого трека, я думаю. Про, вот именно, я не взял сезон, ведь я вам дал сезон. Это очень сильно, да, это, типа, тут, тут я ничего не могу сделать. Но, по крайней мере, ярче Барса я не слышал.